Доброе утро! О событиях минувшего дня расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей. Я Евгений Гуляев. Смотрите в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любовь и новые герои. В Перми начались съемки второго фильма о многотрудной жизни Ивана Семенова. Салон выгорел дотла. В Орджоникидзовском районе Перми вспыхнул пассажирский автобус. Все произошло поздним вечером 15 июня. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. На кадрах, снятых с места происшествия, видно, как общественный транспорт объят пламенем. Позже к месту ЧП прибыли пожарные. В МЧС сообщили, на момент возникновения пожара пассажиров в салоне не было. Пострадавших нет. С огнем удалось справиться за считанные минуты. В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю и Главного управления МВД России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия. Обстоятельства и причины устанавливаются. Напомним, это не единственный инцидент с общественным транспортом, который произошел за минувшие сутки. 15 июня днем на Восточном обходе случилось ДТП с участием автобуса. На 13-м километре автодороги двигался автомобиль «КамАЗ». За ним следовал рейсовый автобус «Нефас» с сообщением Добрянка-Пермь. Его водитель при неустановленных пока обстоятельствах допустил столкновение с грузовиком. В результате ДТП травмой получили два человека. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии. Убийственное застолье. В Перми вынесли приговор виновному в смертельном отравлении метанолом. Напомним, в ноябре 2021 года пять человек скончались после употребления алкоголя, который был приобретен на рынке Гача. Подробности сообщает Следственный комитет. Осужденный приобрел пятилитровую канистру со спиртосодержащей жидкостью. При этом ему было достоверно известно, что продукция не отвечает требованиям безопасности, поскольку приобретена в ненадлежащем месте. Канистра не имеет необходимых маркировок. 15 ноября 2021 года мужчина передал приобретенную канистру родственникам своей сожительницы. После распития спиртосодержащей жидкости хозяин квартиры скончался на месте. Его жена и дочь были госпитализированы в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончались. Также, как ранее сообщали в Следственном комитете, спустя несколько часов умерли соседи погибших, женщина и ее сожитель. Алкоголем принесла дочь погибших. Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности» двум и более лицам. Приговор суда – ограничение свободы сроком на три года. Расходы на безопасность проверят. Следственный комитет изучает информацию о возможном хищении в особо крупном размере средств, которые были выделены на различные системы безопасности Пермскому государственному университету. Напомним, ранее, после массового убийства на территории кампуса, Управление федерального казначейства установило факт неправомерного использования более 35 миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Коммерсант Приками». Речь идет о расходах на закупку и монтаж для оборудования систем оповещения, эвакуации и пожарной сигнализации. Представление надзорного органа университет пытался оспорить в арбитраже, но затем отказался от заявленных требований. Отсутствие работоспособной системы оповещения привело к возбуждению уголовного дела в отношении ректора вуза Дмитрия Красильникова и его подчиненных. Свою вину они отрицают. По данным источников «Коммерсант Приками», в рамках доследственных проверок сотрудники СК оценят с правовой точки зрения действия как подрядчиков, так и сотрудников университета. Проверка может продолжаться до 30 дней. Напомним, нападение на Пермский госуниверситет было совершено 20 сентября прошлого года. Студент Тимур Бекмансуров убил шестерых человек, еще несколько десятков пострадали. Сейчас в отношении стрелка продолжается расследование уголовного дела. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Переход вернули на место. Речь о конструкции, которая располагается на 55-м километре трассы Пермь-Екатеринбург. В конце мая, напомним, под ней проезжал самосвал. Водитель не опустил кузов, и в результате машина зацепила переход. Он рухнул на землю. Водитель выжил, его госпитализировали. Как сообщает региональный Минтранс, на время работы движения на этом участке пришлось полностью перекрыть. Для того, чтобы вернуть массивную конструкцию на место, дорожникам пришлось использовать спецтехнику повышенной грузоподъемности. Переход весом почти 47 тонн и длиной 39 метров устанавливали более 4 часов. Пешеходный путепровод будет введен в эксплуатацию в конце октября. Гнезда разорили, птенцов растоптали. В редакцию ТСН обратились жители Лобаново. Люди сообщили, что в селе было проведено кронирование деревьев. Под раздачу попали и обитавшие здесь несколько видов птиц. Местным жителям удалось спасти некоторых пернатых. Теперь волонтеры полны решимости наказать нарушителей. На месте ЧП побывала Елена Яговцева. Мама пришла, мама садится на гнездо, шатается, и птенцы понимают, что прилетела мама. Тебе слишком большой, да? Вот саму старшему. Вставать пока еще не могут, но шею уже вовсю тянут. Просят есть. Дроздов-ребинников и дроздов-белобровиков волонтеры поместили вместе, чтобы было теплее. Птенцов спасли жителями края Лобаново. Два дня назад рабочие кронировали Тополину-аллею. Вместе с ветками на землю упали и гнезда. Нам 14-го написали в группу с сообщением жителей района Лобаново, что у них происходит в рубка деревьев, на которых находятся гнезда. Что деревья рубят вместе с гнездами, птенцы летят в все стороны, и они не знают, как это прекратить, остановить. Волонтерам удалось спасти немного птенцов. Часть пристроили в так называемые приемные семьи, иначе говоря, подкинули в чужое гнездо. Других надеются выкормить сами. Но это ничтожно мало по сравнению с количеством погибших пернатых. В Лобаново всегда обитало много разнообразных птиц. Большинство птенцов, я ходила, сейчас смотрела, то есть они погибшие. Это около 20 гнезд рябинников и белобровиков на высшем уровне, на высоте. Это зеленушки, они здесь гнездятся, они гнездятся колониями, вместе они любят высокие тополя, и у них уже был период, когда птенцы. То есть это тоже еще гнезд 20. Синицы, также это дятлообразные. Те, которые гнездятся на земле, птицы, они уже засыпаны деревьями, их не найти, я видела, что они здесь есть, родители летают. Пеночки, веснички, славки здесь есть. По примерным подсчетам погибло 300 птенцов. Среди жертв есть и взрослые особи. Некоторые из них еще летают над деревьями в поисках своего потомства, а потом отправятся гнездиться в другие места. Активисты и общественники считают, серьезно нарушена экосфера микрорайона. Во время гнездования есть такой закон, что нельзя хронировать и что-либо делать с деревьями. В середину мая они должны были успеть сделать все свои работы с деревьями, с тополями. Мы обратились за комментарием в администрацию Лобановского сельского поселения. По словам чиновников, поблизости от этого места скоро начнется строительство новой школы. Планируется полностью вырубить здесь деревья и оборудовать проезжую часть. По сути, вырубку нужно было сделать пораньше. Но конкурсная процедура затянулась, и подрядчики с опозданием вышли на этот вид работ. Вот это место, где расположена была аллея из этих тополей. Здесь будет организована парковка для автомобилей, на которых будут родители привозить детей в школу. И в этом месте также будет разворотное кольцо для рейсового автобуса 121-го. Я очень сожалею о том, что пострадали птицы. Действительно, на самом деле. В России за несанкционированную рубку деревьев предусмотрена административная и уголовная ответственность. В зависимости от причиненного ущерба штрафы достигают сотен тысяч рублей. Волонтеры намерены обратиться в прокуратуру и Росприроднадзор. Мы будем следить за развитием событий. Елена Иговцева, Игорь Гилёв, Телевизионная служба новостей. Дресс-код на экзамен. Выпускницы одной из пермских школ после ЕГЭ пригрозили, что из-за ее открытой одежды другие 11-классники могут потребовать пересмотра результатов экзамена. Об этом сообщает 59.ру. Об инциденте изданию рассказала мать школьницы. Было жарко, и дети сняли кофты. А топик обычный, черный, без декольте, просто открытые руки. Дочери сказали, что ее могут обвинить в том, что она могла отвлечь других учеников своим внешним видом. Причем перед экзаменами им сказали, чтобы они приходили одетыми так, чтобы им было комфортно. Я позвонила в районный отдел образования. Там мне сказали, что правил относительно внешнего вида, конечно, нет. Но дети должны приходить на экзамены в деловой одежде, потому что так принято в обществе. И точка. В Минобразовании 59.ру рассказали, что свода правила, регламентирующих внешний вид выпускников, на экзаменах нет. Если молодой человек или девушка придут в одежде, не соответствующие случаю, их, конечно, допустят к ЕГЭ. Никаких оснований для обжалования результатов экзамена у других его участников не будет, пояснили в министерстве. Готовься они летом. Глава Перми Алексей Демкин провел штаб с главами районов и сетевыми организациями по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону. И поручил закончить все подготовительные работы уже к концу лета. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Город должен быть полностью готов к запуску тепла до 1 сентября. Это означает, что к данному сроку должны быть завершены все ремонтные работы на сетях. А все дома и учреждения социальной сферы должны получить паспорта готовности. По словам главы Перми, в настоящий момент уровень готовности города уже составляет 18,4%, что выше прошлогодних показателей. Паспорта готовности получили 715 домов и 25 образовательных организаций. Процесс подготовки находится на постоянном контроле городских властей и прокуратуры города. Сохранить то, что ценно. В рамках подготовки к 300-летию города в Ленинском районе Перми продолжается активная работа по благоустройству Слудской горки. Пространство вдоль улицы Петропавловской постепенно обновляется. Но жители микрорайона опасаются за судьбу зеленых насаждений. Чтобы объяснить все жителям, на место выехали представители администрации района. Перемены часто пугают. И некоторые пермики беспокоятся. Не лишится ли склон Слудской горки в ходе ремонта и благоустройства деревьев и кустарников на участке от улицы Попова до Крисанова? Всю зелень хотелось бы, чтобы сохранили. Но там наверху, конечно, красиво все делают. Было бы круто, если бы зелень осталась. Если уж лаунж-зона, то лаунж-зона. Чтобы понять, влияют ли работы на местную флору и увидеть, как идет процесс, специалисты районной администрации провели очередную проверку. Мы, конечно, сегодня выехали, еще раз проинспектировали объект и еще раз удостоверились о том, что, в принципе, никаким зеленым насаждениям, никаким деревьям, кустарникам, никакой опасности, конечно, ничего не несет. С опережением графика на верхнем ярусе заливают бетонные основания для детских и спортивных площадок. На пешеходных дорожках укладывают плитку, завезли урны, скамейки, обустроили ливневую канализацию. Здесь же будут места для настольных игр, ландшафтные зоны для отдыха и прогулок. Нижний ярус Луцкой горки тоже преобразится. Будут организованы площадки для выгула собак на нижнем ярусе в том числе. Мы понимаем, насколько это актуальна тема в центре города нашего. Также будут шезлонги, то есть это защита от солнца. В принципе, нижний ярус приспособлен для спокойного отдыха. Здесь отремонтируют подпорные стены, обустроят пешеходные дорожки. Вдоль автопроезда появится тротуар. Обновят уличное освещение и проведут озеленение. Уже этой осенью подрядчик высадит в сквере 93 саженца крупномера, березы повислой, липы мелколисные, черемухи, груши уссурийской, ирги, клёна, ольхи и рябины. Ранее по результатам обследования было принято решение о санитарной обрезке растений и замене на верхнем ярусе 83 деревьев и 10 кустарников с такими видами повреждений, как усыхание, поражение стволовыми вредителями и гнилевыми болезнями. Такие стволы неустойчивы к сильным ветрам и опасны. На нижнем ярусе снос деревьев не планируется. Юлия Алеева, Константин Старков, Телевизионная служба новостей. Прямой контакт с населением и открытость. Губернатор Пермского края в эти дни находится в Санкт-Петербурге. Там проходит Питерский международный экономический форум. Планы на это мероприятие у прикамской делегации достаточно обширны, рассказал Дмитрий Махонин. Он стал гостем цифровой студии ВКонтакте и ответил на ряд вопросов. Они касались прежде всего важности присутствия в социальных сетях и оперативного реагирования на обращения подписчиков. Кроме того, губернатор рассказал, какие соглашения заключает наш регион. Одно из самых важных событий на этом форуме – закрепление договоренностей о газификации с компанией «Газпром». Мы получим возможность газифицировать весь север Пермского края. И, кстати, моя малая родина. То есть то, о чем не могли мечтать жители вообще никогда. И это важная такая веха в развитии региона, такое беспринцентное для нас решение. Мы так между собой называем программу газификации, поскольку это «Северный поток-3». На берегах Невы, кстати, находится и еще один представитель нашего региона, правда электронный. Это робот Дуняша. Кажется, вы у меня впервые. Рада с вами встретиться. Выглядите великолепно. Меня зовут Дуняша. Пермский робот-кассир с внешностью супермодели угощает гостей форума кофе, мороженым и разными напитками. Разработчик компания «Промобот». Там сообщили, что Дуняша вызывает неподдельный интерес. Я умею много всего, но этому еще не научил. Несколько месяцев назад мы подписали соглашение с компанией из Эмиратов. И кибер-кафе могут появиться в том числе в таком городе, как Дубай. Сам форум показывает очень хорошие результаты. Прошла только первая половина дня. У нас уже обрываются звонки в офисе. И у нас уже на e-mail пришло более 130 запросов. Все хотят, интересуются, спрашивают. Любовь и новые герои. В Перми начались съемки второго фильма о многотрудной жизни Ивана Семенова. Он станет продолжением кинокартины, которую снимали в 2021 году. На этот раз по задумке сценаристов главному герою придется побороться за свою любовь. В фильме появятся новые герои, одним из которых станет природа Пермского края. Вторая часть обещает стать настоящим роуд-муви. Я прочитала второй сценарий, мне как-то второй больше понравился. Интересней сюжет. Герои юного актера Ромы Погорелова в новом фильме про многотрудную жизнь второклассника и второгодника придется не сладко. По сценарию в жизни Ивана Семенова случается новая беда. Его школьная любовь Танечка уезжает учиться в Лондон. Иван, пытаясь не дать ей покинуть родной город, идет на все возможные ухищрения. В какой-то момент на помощь ему придет новый герой – шаман. Кто сыграет эту роль, пока большой секрет. Известно, что это будет звездная личность. Новый герой шамана – это некий собирательный образ того, что дети должны во что-то верить. Это некий Дед Мороз, просто летом, потому что когда ты пытаешься всячески сделать так, чтобы твое желание исполнилось, а оно не исполняется, ты начинаешь верить в какие-то потусторонние силы, которые тебе обязательно помогут. Но на самом деле все эти потусторонние силы – это ты сам. Просто тебе нужно собраться, подумать, приложить максимум усилий, возможно, чуть больше, чем ты прикладывал, и тогда все желания сбудутся. Вторая часть экранизации повести Льва Давыдычева обещает стать настоящим роуд-муви. На этот раз героям фильма придется попутешествовать. Съемки помимо Перми пройдут в Кунгуре, Чусовом, Губахе. Многие локации, говоря профессиональным киноязыком, будут ландшафтными. Пещеры, горы, реки, перекаты. Мы будем бегать по горам, по холмам, по лесам, среди клещей и того подобного. То есть там есть риск получить какую-нибудь травму, но зато у нас будет больше красивых кадров, пейзажей, которые есть богатых. Пермский край, в общем, мы это все покажем. К слову, премьера первого фильма про Ивана Семенова состоится осенью этого года. Пермики увидят ее раньше жителей других регионов страны. Что же касается съемок второй части, то они продлятся до конца июня. На которую, дождите Ивана Семенова, часть вторая – «В добрый путь». Татьяна Овсяникова, Игорь Гилев, Телевизионная служба новостей. Наш эфир продолжается. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова